Короче, гранатомет. Модель 700 миллиметров. Так вот, утка умерла. А ты вату внука пьешь? Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной раз я приехал в Иркутск. Сегодня у нас 8 января. Вот с ребятами познакомились в интернете. Поедем сейчас на первый сплав. Приехал сюда на 4 дня. Сплав будет интересный по новому маршруту. Я по нему ни разу не ходил. Сегодня повезло с погодой где-то 6 градусов. Хотя предыдущей недели были морозные за 30 градусов. Я переживал, что попаду опять в эти морозы. Потому что когда морозы, здесь конский туман. Но сейчас все хорошо видно. Так что картинка должна быть хорошей. Посмотрим, что по прозвуку. Парни говорят, что с прозвуком какая-то проблема. Так что вы все увидите. Поехали. А ты вату в уши пьешь? Зачем? Нет. А зачем она? Ты ничем будешь не затыкать? Вода вообще ничего не затыкать. А вода попадает. Не болят лучше? Нет, не болят. Ты отставишь нормально? Нифига. Че, реально вообще матручили? Нет. Ну и че хуже делать? Чем матручить? Сейчас сниму. Здесь с сухами проблема Атипакс. А? Я говорю, здесь с сухами проблема. Накапываются Атипакс. Пока нырял. Или перед нырял. Атипакс? А мы че капаем? Не Атипакс? К антибиотик. Антибиотик. Короче, гранатомет. Модель 700 миллиметров. Шмаляет вообще. Камни, камни кроши. Камни кроши. Вот в ангаре мелкие камни есть. Это мы все покрошили. Вот там уже почти песок. Короче, серьезная тема, да? Просто ямы портят. Ну все, посадь где приготовление. Сейчас. Берем снаряду и пойдем вниз. 5 метров. 5. Ямы 6-7. Здесь 8-9. Не, вот именно рабочие ямы 5 метров, да? Ну в среднем 5. Пойдем. Вроде да. Греби ластами давай. Пойдем. Че, пойдем? Поконали, поконали. Догоню. Че, Грюч? Догоню. Догоняк. Догоняк. Пойдем. Догоняк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Рыбу видел, правда ее меньше, гораздо стало, чем было раньше. Стрелял. Не, долетает маленько. Далеко, не попускает. Здесь вообще не было ничего интересного, сейчас прошел, загнал. Лодка плавает, из-за лодки загнались, лодка прошла, идем по левому, нет рыбы здесь, вот в этом районе почему-то, ну ничего, а машину что-то не вижу, а потом уже увидел, когда прошел, ну все, погнали. Ну что, обсуждаем, как будем сейчас нырять, сегодня жесткий туман, 16 градусов, 20 здесь, да? 20 здесь, ну поэтому и туман, да, когда пятнашка, тумана нету. Переживаем, что это, потеряемся, сейчас решаем, как будем друг друга искать, вот, офигеть. В общем, я ружье вверх подымаю, с этим, с моим разрывным наконечником на гарпуне, да, вроде у нас видели, что у меня вот это красное, вот это это. Встречаемся, где перед опорами или за опорой, что-то писали. Я думаю, мы пролетим, надо просто вместе идти. Либо целенаправленно за опорой, все встречаемся, не уходя по центру. За опорами, блин, пролететь можем. Я-то точно не пролечу, я уже там все, миллион расплавал, а вы можете пролететь. Мы пролетим только в том случае, если мы посередине пролетим. Давай, давай, такой вопрос, ты где будешь выходить? Вот там же, где мы вчера выходили? Там, да. Давайте там. Нет, там-то мы не пролетим, то есть, мост прошли, мы увидим его. Да, и налево уходим, да. Да, промежуточный, что-то разрывы по... Просто вместе пойдем. Нам еще промежуточный после косы нужно встретиться. Нет, мы будем плыть вместе, если мы уж потеряемся, если мы потеряемся, ну, тогда это... Я предлагаю там, вот, где мы вылазили. Да, да. Это как раз половина пути. Да, да, да. Где вчера вылазили, там, то есть, не под мостом, а дальше. Я камеру там отдам. Вы поняли, где, да? Подольте. Да, да, да. В итоге, что, вылазим на косе, первое, второе. Второе идем вместе. Если потеряемся, то потеряемся и... На старом мосту встречаемся. Во втором мосту. Во втором мосту, моста слева, да. Вы там будете ждать нас. Сегодня второй день. Сейчас двигаемся с того же места, куда вчера стартовали. Вчера по рыбе у нас было неудачно, то есть, погреть, зять. Вот. Будем надеяться, что сегодня все получится. Тверое число, как в стране. Сегодня уже тактику выработаем. Настроение отличное. Погода, солнце радует. Поэтому вперед. А он, кстати, вчера замерз, он с мюркой ныряет. Ну, все. В общем, все, собираемся. Ребята сейчас на ластах съезжают вниз. Ты как на лыжах. Да. Да. Она уже давно хотела упасть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я видел рыбу, но когда мы здесь же спустились, я уже ничего не видел. Пока гребли, я много видел рыбу. Я ленков видел, и тут здесь. Ого. А ты видел, где их? Прям под углом. Я нырнул, у меня, блядь, не хватило. Не-не, когда шли, пока туда на центр, ты их видел? Или уже когда... Я на центр с вами не пошел. А, не пошел? Я отошел метр 15 и вернул. Прям от трубы я не вижу. А кого? Вот, гостик, дуби я. А я когда греб, я их видел. А потому что когда сюда шел, уже ни одного там уже когда проныривал. Два драка я сделал. Вообще коляк был. А где были в начале как? В начале до хера. Я ленков. Я ленков, но я... Я разум в топе не видел. Говоров на сеть там был. Я разум столько ни разу не видел. Ни разум. Ой, круто. Ну что, еще раз уходишь? Да я не знаю, да пойдем наверно. Может быть большой. Как грудь пошел какой-то. Мне все равно не надо, может вам надо. Да, я же рыбак бывший. Он начинал, когда уже там. Так, я у тебя справа. Здесь гарпун, короче, метр 15. Ну, это, наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 и второй момент он становится более умной и спортивная очень сложно ее брать все эти полный реальный шанс один шанс я к сожалению упустил промазал хотя близко доставка было вообще не значит буду пересматривать кадры как так вот вообще как бы чё рынка видели но немного карьеру тоже стала гораздо меньше чем раньше было в общем не знаю может быть рыба где-то ниже кусаются но по тем местам которым по которым я раньше ходил гораздо больше было ну конечно очень сложно подойти и что-то взять находясь на поверхности рыба уже тебя видит и сваливает видимость порядка 15 18 метров в чистом виде особенно солнечными лучами так очень далеко пробивается на этот момент в реакции века с такой же прозрачности воды хариус гораздо спокойнее там все ведет чем здесь здесь вот эти охотники это генировали он слишком много у нас охотников почему такая история